Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, соответственно, после проведенной личной встречи, выглядели нервными на своих пресс-конференциях. Такое мнение сложилось у российского политолога Сергея Маркова, попытавшегося со стороны заглянуть за кулисы прошедших недавно переговоров глав государств в Женеве, Швейцарии. Эксперт убежден, что главным победителем завершившихся переговоров на 80% стало человечество, так как Путин и Байден отодвинули угрозу ядерной войны на планете. При этом Путину досталось 9%, а Байдену всего 1%. Марков отметил, что Путин был ярким и великолепным, а Байден просто отработал. Хозяин Кремля позволил иностранным СМИ задать ему множество вопросов. В свою очередь у обитателя Белого дома спрашивали заранее подготовленные вопросы, исключительно доверенные СМИ. Байдену задавали вопросы только свои СМИ, облизывали как Леонида Брежнева, только по согласованному списку. И Байден заранее знал все вопросы и с суфлером отвечал. Ни одного острого вопроса. В общем, Байден на фоне Путина, это просто позор как лидер. Американцы, думаю, скоро будут просто плакать от унижения, указал политолог в своем фейсбук-аккаунте. Марков предположил, что нервозность Путина может объясняться угрозами Байдена. Американский лидер, оказывается, неоднократно говорил, как Вашингтон жестко ответит на любые действия Москвы. На убийство Навального. На кибератаки России. И Байден дал Путину список из 16 сфер, в случае атаки на которые США ответят массированной агрессией в киберпространстве против России. И что делать тогда? И, видимо, Путин обалдел, увидев, насколько Байден неадекватен. В том смысле, что оперирует фейковыми псевдофактами, а не реальностью. И верит реально в совершенно нереальное вранье, пояснил он. Нервозность Байдена отразилась в том, что он не стал проводить брифинг даже для своих СМИ до Путина. Кроме того, после публичного мероприятия у Байдена возник конфликт с журналисткой. Позже за это пришлось просить прощения. Возможно, президент США устал или побоялся, что его начнут ругать американские СМИ, как в свое время они издевались над его предшественником Дональдом Трампом. Эксперт также обратил внимание, что Байден перещеголел вышеупомянутого председателя ЦК КПСС, сравнив президента США с монархом Персидской империи, поскольку он прилетел на встречу с командой в полторы тысячи человек и невероятным количеством транспортных средств. Политолог думает, что Путин достиг главной цели на переговорах с Байденом, восстановленной реальной депотношения между Москвой и Вашингтоном. А получилось это благодаря жесткой линии, которую выбрали россияне. В качестве аргументов эксперт привел три военных группировки на границе с Украиной, аресты радикальной открытой американской политической агентуры и блокирования работы американского посольства. Тема, по которой оба президента ужесточали голос на пресс-конференции «Украина». Она и останется главной темой. Надо там что-то уже делать. Жёстче подытожил он. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова